Дебошир, плагиатор и пьяница, а совсем не великий ученый. Михайло Ломоносов в истории России как царь-пушка, которая никогда не стреляла, и царь-колокол, который никогда не звонил. Ломоносов не совершил ни одного научного открытия и не оставил ни одного достойного следа в тех видах деятельности, достижения в которых ему приписывают. В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Так Пушкин описывал вклад Ломоносова в российскую литературу. Михайло Васильевич Ломоносов считается одним из самых великих русских ученых, чья жизнь была связана с наукой, образованием и якобы выдающимися открытиями. История самоотверженного, безграмотного мальчика из нищей крестьянской семьи, который, рискуя жизнью, босиком добрался до Москвы в поисках знаний и сразил своими талантами профессуру, не более чем легенда. Давайте разберемся, кому и зачем понадобился миф о Ломоносове. Отправной точкой мифологической биографии стала идея о том, что Михайло с детских лет тянулся к знаниям и не хотел продолжать дело отца. Михайло Ломоносов с поддельными документами в кармане, в паспорте было указано, что он дворянский сын, действительно прибыл в Москву с рыбным обозом в начале января 1731 года. Пожалуй, это единственный факт, не подлежащий сомнению. К моменту поступления Михайлу Васильевичу шел уже 21 год. Он был совсем не юным и совсем не гением. Его определили в самый низший класс, потому что он не знал латыни. Одноклассники открыто насмехались над ним. На четвертый год обучения в Московской академии в 1735 году Ломоносов был определен в число учеников, отправленных в столицу к барону Корфу, президенту Петербургской академии наук, которому нужно было как можно скорее набрать студентов для нового университета. Если бы у Ломоносова были действительно выдающиеся способности, то его бы так легко из академии не отпустили. Но поскольку он был проблемным студентом, обман с паспортом вскрылся быстро, от него спешили быстрее избавиться. Ну а в Питере обстоятельства для Михайла Васильевича сложились весьма удачно. Из-за того, что Петербургский университет существовал еще только на бумаге, Ломоносова и остальных студентов сразу же отправили учиться в Германию. Вскоре из Марбурга в Россию пришла жалоба от его учителя по горному делу. Поручил я Ломоносову работу, какую обыкновенно и сам исполнал, но он мне дважды наотрез ответил, не хочу. Далее он страшно шумел, колотил изо всей силы в стену, кричал из окна, ругался. Ломоносов, этот полноватый добряк в парике, на самом деле обладал поистине взрывоопасным нравом. Известно о пьяном дебоше, который он устроил в Петербурге в стенах Академии наук. В отчете записано, поносил профессоров отборной руганью, называл их ворами и такими словами, что и писать стыдно, и делал против них руками знаки самым подлым и бесстыдным образом. Тогда дебошира Ломоносова посадили на полгода под стражу, а потом на год срезали ему жалование в половину. Кстати, в Германии он так и не доучился. Российская Википедия пишет о Ломоносове как о выдающемся естествоиспытателе, химике, физике, астрономе, географе, поэте, филологе, художнике и так далее и тому подобное. Однако факты – упрямая вещь. В конце 19 века словарь Браггауза и Ефрона так описывает таланты Михайла Васильевича. Ломоносов по условиям времени не мог вполне отдаться науке и был преимущественно замечательным популяризатором естествознания. Главная заслуга Ломоносова состоит в обработке русского литературного языка. В этом смысле он был отцом новой русской литературы. Литературные труды Ломоносова имеют исключительно историческое значение. В них нет чего-либо выдающегося цельного. Он остается везде только последователем ложного классицизма. Ломоносов создал себе славу и положение одами и похвалами царскому режиму. Но его проза вызывала у другого российского классика Пушкина чуть ли не омерзение. Михаил Васильевич не создал ничего нового в литературе. Он лишь воспроизводил по-российски давно устаревшие наработки поэтов Германии. Это касается и его филологических потуг. Работы по риторике являются переводными с плагиаченными трудами, украденными у западных авторов. А грамматика вообще основана на работах украинского писателя, священника и филолога Максима Смотрицкого. Интересный факт, в грамматике Ломоносова самая большая глава посвящена глаголам, у которых великий в кавычках филолог насчитал аж 10 времен. Наверное, сказалось желание догнать и перегнать количество времен глаголов в европейских языках. Современный русский язык имеет три времени. Пропажу остальных семи следует отнести к величайшим загадкам истории. В химии и физике Ломоносову приписываются действительно грандиозные открытия. Однако на практике так считают только в России. Например, открытие закона сохранения массы вещества в Европе в 18 века практически витало в воздухе, но требовало соответствующего обоснования. Михайло Ломоносов сделать этого как положено не смог, а вот Антуан Лавуазье смог сделать во всей полноте. Создание физической химии, приписываемое Ломоносову, также притянуто за уши. Реальные исследования в области физической химии начались лишь спустя 100 лет. Ломоносов не создал эту отрасль науки, а только лишь предложил термин. Карл Чапек, например, придумал слово робот, но мы же не называем его создателем робототехники. Да, кстати, ученый в кавычках Ломоносов целых 11 лет на полном серьезе отрицал фундаментальные законы Галилея и Ньютона, которые остаются неоспоримыми и сегодня. Переубедить его смог лишь единственный ученик Румовский, учившийся в Берлине и хорошо знавший механику Ньютона. Из реальных открытий Ломоносова в области химии можно упомянуть об успехах в получении цветного стекла. Прикладное открытие никоим образом не может претендовать на мировой уровень, хотя благодаря этому научному подвигу Ломоносова сейчас где-то в России пьют боярышник из цветных бутылочек. Но это уже из области эстетики. Несколько слов о Ломоносове-историке. Якобы он, не жалея живота своего, боролся с засильем бездарных немцев, которые фальсифицировали российскую историю. На самом деле все было с точностью до наоборот. Именно Ломоносов занимался травлей приглашенных из Европы ученых. Огромный детина любил, изрядно накушавшись водочки, устраивать немцам взбучку. Основным содержанием исторических опусов Ломоносова было стремление показать величие и древность народа российского без всяческих на то доказательств. Труды немецких ученых тех лет до сих пор являются серьезными документами исторической науки. Тексты же Ломоносова не выдерживают никакой критики. Настоящим историком ему стать так и не удалось. Справедливости ради скажу, что одно открытие Михаил Васильевич все же совершил. Он открыл Венерин пупырь. Звучит, конечно, так себе, но ничего непристойного тут нет. Речь идет об открытии атмосферы на Венере. Во время явления Венеры на Солнце в 1761 году Ломоносов, увидев явление в телескопе, через закопченное стеклышко обозначил атмосферу планеты исконно-посконным русским словом пупырь. Неплохо было бы и нынешним россиянам вернуться к истокам. Вместо набившего оскомину атмосферные осадки и явления, стоило бы говорить пупырные осадки и явления. Либо такой вариант «Встреча прошла в дружеском пупыре». Звучит духовно и благолепно. Так откуда же все-таки возник миф о величайшем ученом мирового уровня? Кто-то может сказать, что причиной была тайна рождения Ломоносова. Якобы он был бастардом Петра Первого. Но это не столь важно. У многих монархов были незаконно рожденные отпрыски, но нигде их не делали «величайшими» учеными. Причина видится в ином. Ломоносов был талантливым демагогом. Что ему отлично удавалось, так это написание различных прожектов. Докладов с призывами создать, улучшить, ускорить и развить нечто необходимое российской империи. Причем развивать и улучшать Ломоносов сам не спешил. Он призывал, строил планы, осваивал средства, пилил бабосы, как сказали бы в наше время. И переключался на новое направление, чтобы вновь призывать, планировать и пилить бабло. Кроме прожектов, Ломоносов заслужил уважение имперских властей систематическим сочинением различных похвал начальству. Почти к каждым царским именинам строчилась свеженькая ода. Вот так на призывах, словословии и лозунгах «даешь российскую науку» скоротал Ломоносов свой век. Славу великого ученого ему сочинили намного позднее, в конце 19-го – начале 20-го века. Завершалось создание российской культуры. Империя нуждалась в великих ученых из коренных россиян. Спрос породил предложение. Истые патриоты принялись надувать пупырь ложной славы светила российской науки, вышедшего из самой гуще народной. Это надувательство продолжается и по сей день. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова